Здравствуйте! Надеюсь, первая неделя не сильно вас утомила, а наоборот стала хорошим зачином для нового рабочего года. Ну а мы в ближайшие 40 минут расскажем о том, чем запомнились эти 7 дней для республики. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Закрыть долги по зарплате бюджетникам – одна из первых задач правительства. Минфин уверяет, что знает, где взять деньги. Роснефть уличили в злоупотреблениях, бензин подешевел, но на рост цен продуктов и товаров это уже вряд ли повлияет. Работаем на баллы. В России изменился расчет пенсии, причем касается это и будущих, и действующих пенсионеров. Ушла из жизни легенда Лермонтовской сцены. Хакасия простилась с народной артисткой Надеждой Георгиевной Богатовой. Он по-прежнему полон детьми и принял первые соревнования. Главной спортивной гордости Абакана исполнился год. Ситуация с финансами стоит на первом плане перед республиканским правительством. Многим бюджетникам необходимо выплатить зарплату. Соответствующее поручение глава Хакасии дал Минфину. Вопреки ожиданиям многих бюджетников, полностью за декабрь с ними не рассчитались. Люди получили только авансы. Более того, по нашей информации, в ряде районных и сельских администраций были задержки зарплаты еще с ноября. В общей сложности долг перед бюджетниками составляет более чем 365 миллионов рублей. Как заявила глава Минфина Семен Айошин, проблем с выплатой не будет, и на сегодня все долги должны быть уже погашены. В ближайшее время бюджетникам также выплатят аванс за январь. Деньги на это есть, заверил министр. В основном это налоги крупного бизнеса. В дальнейшем никаких задержек по зарплате власти не допустят, заверил Семен Айошин. Наш бюджет, когда мы принимали на 15 год на сессию Верховного Совета, я докладывал, что у нас бюджет по социальным выплатам, он защищен и обеспечен. Но глава республики ставит перед нами задачу все-таки обеспечить ресурсами и все мероприятия, которые связаны с развитием республики и направлять их именно на развитие в реальном секторе экономики. В общем-то, это наша первостепенная задача. Я не очень вас понимаю, вы все-таки с опасением или вы так спокойно смотрите в будущее министра финансов? Как министра финансов я должен все-таки быть более консервативным и поэтому должен говорить о том, что все, что связано, еще раз говорю, с социальными обязательствами, с социальными обязательствами будут первоочередные расходы, они, безусловно, будут исполнены. Новый год принес жителям республики практически чудо. Заправки снизили свои цены. Привыкшие, что бензин только дорожает, водители даже не сразу поняли, что случилось. Удешевление произошло после проверки компании «Хакаснефтепродукт», которую по поручению Виктора Зимина провели антимонопольная служба и прокуратура. В чем подозревают поставщика топлива и согласен ли он с обвинениями? Смотрите далее. Проработайте «Роснефть», в какой частности руководитель себя здесь так ведет. Если посчитаете нужным, я готов обратиться к руководителю «Роснефти» с предложением, что человек не на своем месте работает. Единственное, быстрее бы информацию получить. Это заявление глава «Хакасии» сделал прямо перед новогодними праздниками. Антимонопольная служба и прокуратура проверили работу компании и убедились в очевидном. Когда цены на нефть падают, бензин тоже должен дешеветь. Во вторник, на первом в новом году заседании правительства, у надзорных органов есть о чем отчитаться. В завышении цен подозревается филиал «Роснефти» «ЗАО «Хакаснефтепродукт». Компания закупала топливо по сниженной стоимости и перепродавала его на рынке «Хакасии» по старой. К рассмотрению дела, подключенной прокуратурой республики, мы будем разбираться во всех нюансах, причинах неснижения розничной стоимости на нефтепродукты, несмотря на снижение оптовых цен. Водителям компании «Хакаснефтепродукт» больше известна как сеть заправок «Роснефти». Это крупнейший поставщик на оптовом рынке республики. И именно от его отпускных цен зависит конечная стоимость бензина на заправках. От интервью в «Хакаснефтепродукте» отказались, но пояснили, компания совсем не доминант на рынке, а значит обвинения антимонопольщиков безосновательны. Кроме того, как следует из официального ответа компании надзорным органам, она весь год боролась за то, чтобы подорожание бензина не стало шоком для потребителей. За период январь-октябрь 2014 года закупочные цены на бензин 92 и 95 выросли на 37 и 40 процентов соответственно. При зеркальном переносе динамики цен закупки на цены розницы стоимость 92 на АЗС составила бы около 39 рублей за литр. Осознавая социальную ответственность, общество не допускает этого. С начала года розничные цены на 92 и 95 выросли всего на 14,8 процентов. Так или иначе, но проверка отрезила бизнес. «Хакаснефтепродукт» скинул свои цены. Вслед за ним это сделали крупнейшие сети автозаправок. В общей сложности топливо подешевело на 50-80 копеек. Водители уже ничему не удивляются и ставят только один вопрос – почему этого нельзя было сделать раньше? На некоторых заправках только увидел, что цены стали не 31,90, а 31,50. То есть на двух или на трех заправках только увидел. Хоть какие-то копейки. Какой-то сдвиг. А то цены растут. Живем на нефти. И цены растут до космических размеров. Что газ, что бензин. Какую цену «Хакаснефтепродукт» заплатит за нарушение закона о конкуренции – вопрос открытый. Доказать вину компании с учетом ее позиции будет крайне сложно. Да и прецедентов таких в практике антимонопольной службы – единицы. Но если все случится, то штраф будет зависеть от объема незаконной прибыли. Впрочем, удешевление бензина вряд ли окажет влияние на инфляцию. За год жизнь в республике подорожала по многим позициям, начиная от продуктов и заканчивая курсами вождения. Подтверждают это и данные Хакастата. Понятно, что перед Новым годом традиционно взвенчиваются цены на огурцы, фрукты и яйца. Но помимо этого неприятно удивил сахар, подорожавший практически на четверть, и крупы с молочными продуктами. В канун праздника поднял свои цены и Абаканский хлебозавод. Что касается непродовольственных товаров и услуг, то сложно найти товар, оставшийся без наценки. В целом, по росту цен за декабрь, Хакасия стала четвертой в Сибири, опередив Новосибирскую и Томскую области, а также Красноярский край и Тыву. Высокая инфляция – лишь один из симптомов кризиса в отечественной экономике. Настоящее потрясение испытывает финансовый рынок. Рубль слабеет, а банки ограничили выдачу кредитов. Все это, безусловно, отразилось на бизнесе. Как в этих условиях чувствуют себя предприниматели в Хакасии? И не снизится ли деловая активность в республике? Об этом мы поговорили с бизнес-омбудсменом Василием Кудашкиным. Здравствуйте, Василий Владимирович. Здравствуйте. Итак, прошлый год принес нам немало потрясений, которые, наверное, особенно больно ударили по самой активной части населения. Это бизнес, предприниматели. Это и крах банков, и изменение курса валют, и вообще ухудшение текущей экономической ситуации. Скажите, как все это отразилось на бизнесе республики? Какие у Вас есть сведения? Действительно резкие изменения курса рубля по отношению к мировым валютам, на мой взгляд, оказали разнонаправленное действие. Сработали как в плюс, так и в минус. Понятно, что для экспортеров это увеличение выручки. Также и для наших производителей это тоже плюс, потому что наша продукция стала конкурентоспособной. Но в то же время серьезным потрясением стало увеличение Центральным банком ключевой ставки до 17%. Это увеличение привело к сотруднениям на рынке межбанковского кредитования и привело к тому, что резко подорожали кредиты. Резко же сколько? Сейчас самая низкая, насколько мне известно, процентная ставка 25% годовых кредитов. А было? А было от 12-14. Рабочая группа создана сейчас под руководством председателя Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиулиной, в которую входит также уполномоченный при президенте Российской Федерации Борис Титов. Они сейчас вырабатывают решения, приемлемые, с тем, чтобы нивелировать последствия или найти решение, чтобы экономика развивалась. На 2015 год какие риски сохраняются, на Ваш взгляд? Сохраняются риски сужения платежеспособного спроса и перекладывания ответственности за инфляцию на бизнес. То есть могут, прогнозируется, что могут приниматься необоснованные меры административного давления на предпринимателей с тем, чтобы они снижали цены даже в ущерб своей прибыли или к тому, чтобы они работали в минус. Очень многие, как бы под шумок, пользуясь вот этой общей нестабильностью и напрямую, не имея зависимости от курса евро или доллара, все равно поднимают цены на свои услуги, на свою продукцию. Вот насколько это правильно? И на Ваш взгляд, нужно ли как-то в этом плане государству контролировать рынок, чтобы не страдало население? Предприниматели такие же люди, как и все остальные. Вот это такой же срез нашего общества, как любой другой срез. И если мы будем спектральный анализ делать предпринимателей, то на одном конце будут одни, на другом другие. И здесь разные критерии и градации могут быть. Как добросовестные, так и недобросовестные. Как честные, так и бесчестные. Как скромные, так и наглые и так далее. Вообще, я считаю, что у нас в Хакасии более-менее дела обстоят гораздо лучше, чем во многих других субъектах Российской Федерации. У нас все гораздо более спокойнее, честнее, порядочнее, добросовестнее и так далее и тому подобное. Поэтому вот у нас неизвестно таких случаев, чтобы вот резко кто-то спекулировал на этой ситуации. Ну, я не знаю, согласятся ли с Вами рядовые жители? Ну, пускай поездят по стране, посмотрят. Ну, я высказываю в данном случае свое мнение личное. Какие-то официальные обращения, инициатива от делового сообщества ожидаются у нас к властям Республики или к властям России? Коротко. В настоящее время идет подготовка к проведению Государственного совета по развитию малого и среднего бизнеса. На портале «Открытый регион 71» действует сервис, через который предприниматели могут направить свои предложения в проект доклада Госсовета. Его адрес – «госсовет.ор71.ру». То есть это может любой предприниматель воспользоваться этим сервисом и послать туда свои предложения. Прошу всех желающих направить свои предложения до 20 января текущего года. Будем надеяться, что это предложение будет интересно предпринимателям. Я благодарю вас за интервью и за то, что вы пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо вам. В Новый год Россия вступила с очередной пенсионной реформой. Отныне считать довольствие на старость будут в баллах. Власти утверждают, что так будет удобнее, а главное – справедливее. Кто много работал и много получал, им не ждать хорошую пенсию. Правда, новая формула скорее рассчитана на будущие поколения пенсионеров, чем на тех, кому выходить на пенсию в ближайшие годы. Наши корреспонденты изучили вопрос и даже знают, а сколько заработал на безбедную старость сам председатель пенсионного фонда Хакасии. Каждый месяц 14 числа Татьяна Сомова идет за пенсией. Свой стаж она заработала товароведом на Севере. Выйдя на заслуженный отдых и переехав в Абакан, женщина не стала просто сидеть дома, а продолжает работу. Из теленовостей Татьяна Афанасьевна знает. С этого года пенсию будут считать по-новому, в баллах. Но все изменения ее, как и других пенсионеров, волнуют лишь по одному поводу. Станет ли государство ей больше платить? Мы вот привыкли, что нам два раза в году добавляют пенсию. Мы были, так сказать, спокойны, знали, что умножили там на 10 примерно процентов и наша пенсия. А вот баллы, конечно, нужно с этим как бы разобраться и понять эту систему начисления. Конечно, очень много людей путает вот эта вот вся система. Но когда есть добавка к пенсии, я думаю, что всех это радует. К переходу на новую систему пенсионный фонд готовился весь прошлый год. Специалисты перевели стаж и заработок каждого россиянина в баллы, что в целом должно упростить и облегчить расчет выплат. Впрочем, власти больше заинтересованы в том, чтобы финансовое обеспечение своей старости оценило прежде всего работающее население. Для этого нужно зарегистрироваться на портале госуслуг и воспользоваться пенсионным калькулятором. Руководитель пенсионного фонда Хакасии на своем примере показал, как легко это сделать. И не стал скрывать, какая сумма ему полагается. У меня стоят 56 баллов. Стоимость одного балла, как мы знаем сейчас, 64 рубля 10 копеек. 156 умножаешь на 64. Пенсия будет 13 934 рубля 60 копеек. Вот такая моя пенсия за весь мой трудовой период. Виктор Филонов сам станет пенсионером через несколько месяцев. Трудовой путь он начинал слесарем на Черногорском комбольно-суконном комбинате. Затем перешел на Абакан-Вагонмаш. Также поработал в налоговой и Минфине. А только потом возглавил пенсионный фонд. К тому, что за 30 лет стажа государство назначило ему около 14 тысяч, относится спокойно. Зачем жаловаться? Все сложилось как есть. Мои пенсионные права уже сейчас сильно не поправишь. Промежуток уже срока остался небольшой. Для того, чтобы сильно поправить не получится. Но по возможности буду стараться работать и, как говорится, зарабатывать баллы для того, чтобы моя пенсия была выше. Новая реформа, по мнению правительства, позволит начислять довольствие более справедливо. К тому же необходимо сбалансировать всю пенсионную систему. Ей все труднее обеспечивать растущую армию пенсионеров, которому хочется достойных денег. Будем считать, смотреть и узнавать разницу. В чем она будет заключаться? Хорошая в том или плохую? Желательно хорошая. Если Путин добавил, то это очень хорошо. Не знаю. Но надеемся на хорошую. Мы же на лучшее надеемся. Мы прекрасно понимаем, что с Украиной делается. Поэтому мы им сочувствуем. И мы не ропщим, если даже убавят нас. Ну что теперь сделаешь? Лишь бы не было войны. Всегда какой-то процент идет, добавляет, хорошо. Но все-таки, мне кажется, в основном у нас пенсии где-то 13 тысяч. Может быть, чуть-чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше. Давно пора бы ее увеличить. Добавим, что теперь все будет зависеть от стоимости балла. Сейчас это 64 рубля 10 копеек. С 1 февраля и 1 апреля эта сумма повысится. Чиновники уверяют, что рост пенсии будет адекватен к скачку инфляции. В пятницу республика проводила в последний путь свою народную артистку Надежду Георгиевну Богатову. Старейшая актриса Лермонтовского театра, она стала его символом и ярчайшей звездой. С ней ушла целая эпоха, когда на одной сцене играли и русские, и хакасские актеры. И когда для зрителя театр был священодейственным искусством. Наш следующий материал о том, как зрители и актеры прощались с легендой. Траурный портрет, телеграмма с соболезнованиями. Черный – главный цвет в драмтеатре этих дней. Надежда Георгиевна Богатова – единственная актриса, удостоившаяся именной таблички на гримерке. Потому что была самой достойной. Театр был ее жизнью, она стала его душой. Что может быть лучшей данью ее памяти? Актеры вышли на сцену. Сегодняшний спектакль мы посвящаем памяти легенды Лермонтовской сцены Надежды Георгиевны Богатовой. Одна из последних постановок спектакля «Волки и овцы» выбрана не зря. Островский был любимым драматургом Надежды Богатовой. Для нынешних поколений актеров она была примером того, как можно подчинить сцене всю свою жизнь. Наверное, даже в трудные минуты, а Надежда Георгиевна перенесла немало личных потерь, она черпала силы, волю к жизни в своей любимой работе. На ее веку сменилось немало поколений зрителей. Изменилось отношение к актерскому искусству. Но Надежда Георгиевна верила, театр – это навсегда. Когда ты смотришь просто картинку, понимаешь, ну там додумываешь, ага, вот это подписано, так, это все. А ты слов и самочувствие человека, который говорит, ты не понимаешь. А тут ты видишь и чувствуешь его отношение, его желание, о чем он говорит, для чего он говорит. Театр никогда не умрет. По завещанию Надежды Георгиевны в последний путь ее провожали актеры русского и хакасского театров. Для нее они были единым целым. И ценные воспоминания о том, как они вместе создавали спектакли, как становилось театральное искусство республики, безвозвратно ушли со старейшей актрисы Хакасии. Но это и просто огромная человеческая утрата. Для своих почитателей она была близкой, родной душой. Великолепной актрисой, которая всю свою жизнь посвятила, я бы сказала, Хакасии, театру и людям, которые проживают здесь. Я ее знаю очень давно, так как по ходу своей работы мне все время приходилось иметь дела с театром, с актерами и со всем ее творчеством. Что-то светлое, что-то прекрасное уходит с этим человеком. И, конечно, она всегда будет в памяти. Последний раз на любимую сцену Надежда Богатова вышла в сентябре, на торжественном праздновании своего 90-летия. И то ее признание в любви зрителю останется завещанием для нынешних и будущих поколений лермонтовцев. Мы работаем только для вас. Для вас отдаем свое сердце, свое число и свою жизнь. В эфире Вести Хакасия, события недели, и мы продолжаем. Инцидент на Подсинецкой птицефабрике стал одной из самых загадочных новостей начала года. На предприятии случился массовый падеж индейки, но до сих пор не ясно, сколько же всего птиц погибло. Руководство предприятия сообщило властям о том, что пало около 400 голов от бурсальной инфекции. А в местном сельсовете уверены, официальная цифра сильно занижена, и на фабрике погибло до 3000 птиц. Ведь инспекторы сейчас разбираются с этим вопросом. Не меньше их волнует и причина инцидента. Бурсальная инфекция – редкость для Хакасии. И у специалистов есть две версии. Работники фабрики либо нарушили технологический режим, либо завезли зараженную птицу. В среду Виктор Зимин проверил, как идет строительство трех важнейших объектов последних лет – перинатального центра, лечебного корпуса Республиканской больницы и нового здания Краевического музея. Все стройки ведутся на федеральные деньги, поэтому глава республики держит ход работ на личном контроле. Строителям он поручил не срывать график работ на лечебных учреждениях. Что касается музея, то его возведение началось три года назад и сделано уже немало. Более того, ожидается, что уже летом будет готов центральный блок, и жители республики смогут посещать в нем сад камней и выставочную экспозицию. Открытие будет приурочено к началу пятого международного историко-культурного форума на Гладенькой. 2015 объявлен в России годом литературы, что отчасти продолжает культурную традицию прошлого года. О современном читателе и пути к нему мы поговорили с выдающейся поэтессой Хакасии из Сибири Натальей Ахпашевой, которая, помимо всего прочего, скоро отметит юбилей. 55 лет. Здравствуйте, Наталья Марковна. Здравствуй, Марина. Этот год для вас особенный, да, не только потому, что год литературы, но так совпало, что скоро у вас будет юбилей. С каким настроением вы к нему подходите? Готовится ли выпуск? С ужасным настроением. С какого-то сборника? Почему с ужасным? Нет, юбилей – это всегда так, это предполагает какую-то повышенную ответственность. Ну и я в этом году, да, я настроилась, что в этом году у меня выйдет книга, я сдала рукопись в Дом литераторов. Сейчас вот как раз ведется работа. Мы получили рецензию такую положительную. Ну вот заключаем договор, и я надеюсь, эта книга, ну скажем так, будет не хуже, чем пять предыдущих. Как она называется? Ну я назвала ее «Зеркала в зеркалах». То есть это символ бесконечности. Вы чувствуете, что у вас, может быть, как-то ограничился доступ к читателю? В связи с тем, что действительно развивается интернет, социальные сети, и люди все больше уходят туда, молодежь тем более. Вот, и хотелось бы... Нет, лично у меня нет. У меня не возникло. Я считаю, что проблема есть для авторов, которые пишут на родном языке, хакасский язык. Я считаю, что у нас очень вот этот сегмент хакасского интернета на хакасском языке, он не развит. То есть если встречаются тексты на хакасском языке, то это в основном социальные сети. Один, по-моему, всего есть такой более-менее официальный на хакасском языке. Но это, считаю, очень мало. Что касается русского языка, то тут никаких препятствий не вижу. Скажите, какие темы сейчас вдохновляют поэта Наталью Ахпашеву? Вот современная хакасия, современные люди. Что вас интересует? Я сейчас как-то больше... Меня больше интересует состояние человека, ощущение человека в мире. И как бы утрата, или не утрата, или поиски своего собственного, своей собственной ценности. Мне кажется, человек, в принципе, он как-то ему недостаточно веры в самого себя, да, уверенности. Вот веры в самого себя, от этого уверенности в своей жизни. И ему нужна какая-то в этом смысле моральная поддержка. Мне кажется, современное общество, оно в большей степени стремится к внешнему благополучию. Мы потребители. То есть в нас это воспитали, и мы стремимся более получить. Если мы, как только вот этот процесс начинает утончаться, меньше мы получаем, меньше мы имеем возможности, мы себя сразу начинаем хуже чувствовать. Вот мне кажется, с этим это надо как-то поправить. И поэтому у меня стихи в основном, ну, во всяком случае, многие, я, может быть, даже сказала лучше, и связано с тем, что человек должен уважать сам себя. Может быть, строгие на эту тему? Рецидивом поветрия злого, на изломе привычных времен, на пределе добра мирового, с четырех обступая сторон, нас, родной, не утративших веры, изъязвились и рения и лжи, изрыдались горгоны-химеры, извергая воронья-миражи. Гля, а шую чудовище обла, а десную несметно орать, и такой в ряд за гоблином гоблин, ни сказать, ни пером описать. Сплюнешь, да за околицу выйдешь, оглядишься, а нет никого, только эхо, то дальше, то ближе, ого-го, дорогой, ого-го. Но подивишься на промысел Божий, поразмыслишь про жизнь бытие, и откладывать доли не должно нам крестьянское дело свое. Наталья Марковна, я благодарю вас за возможность этой встречи, желаю вам всех благ, здоровья, много вдохновения и огромной любви читателей. Спасибо. Один из самых современных спортивных сооружений Абакана отметил свой первый день рождения. Год назад в столице республики торжественно открыли 50-метровый бассейн. Оснащение и масштаб спорткомплекса позволяют проводить соревнования по плаванию самого высокого уровня. Дорожки открыты не только для профессионалов. Ежедневно заплывы совершают сотни горожан от 7 до 70 лет. Материал Олеся Калиниченко. Зимой ходить в бассейн особенно приятно. За окном мороз, а тут настоящее лето. Температура воздуха около 30 градусов, воды плюс 27. Комфортную окружающую среду обеспечивает шведское оборудование. В бассейне нет системы отопления. Здесь сушат и подогревают сам воздух. За счет этого в главном помещении всегда тепло и сухо. Вода в бассейн непрерывно втекает и вытекает, проходя через современную систему фильтрации. Оборудование размещено под чашей бассейна. Получается, что каждые 6 часов вода полностью обновляется. Четыре степени очистки у нас. То есть это грубая очистка, через песчаные фильтры у нас вода проходит. Далее у нас происходит нагрев через теплообменники, через закрытую систему теплоснабжения. Далее у нас проходит ультрафиолетовое обеззараживание, химическое обеззараживание и озонирование. Ежедневно оздоровительный заплыв совершают около 300 горожан. Хотя в идеале бассейн способен принять в 3-4 раза больше. Днем голубые дорожки в распоряжении зрелых дам и мужчин. В это время абонемент стоит дешевле, к тому же пенсионерам дополнительно делают скидку. Я сегодня первый раз пришла после вчерашнего дня рождения. Мне исполнилось 56 лет. Я себя чувствую, как рыба в воде. Я люблю бассейн и воду. Я как пенсионер буду ни разу ходить по абонементу льготному в течение месяца. Потом еще. Потом посмотрим дальше, как. Подням второй месяц и не бросим. Ни в коем случае. Это такое удовольствие получаем в бассейне. Вода прекрасная, чистая, голубая. Я даже плитку выдумываю, ой, я в море. На строительство бассейна ушло без малого 4 года и 450 миллионов рублей из городского бюджета. Потратились не напрасно. Теперь в Абакане действует полноценная спортивная школа по плаванию. Детей принимают с 7 лет. Сегодня здесь уже тренируются 525 человек. Я занимаюсь плодом. Раньше я вообще не умел плавать, как сюда пришел. Научился хорошо плавать. Мы с друзьями соревнуемся, кто быстрее. Когда соревнуемся, я либо второй, либо первый приплываю на финиш. А сколько это нужно тренироваться, чтобы было заметно, что ты спортсмен, что ты уже результаты получился? До посинения. До посинения? В этом году в бассейне установили современную систему хронометража. На большом экране в реальном времени будут отображаться результаты заплывов. А сами дорожки оснастились сенсорными панелями. Старт и финиш спортсменов будет фиксировать не судья с секундомером, а электроника. Условия очень хорошие. Даже приезжал уже главный судья с Новокузнецка, оценил. И масштаб нашего бассейна, и качество подготовки. И все вот эти вещи, как бы они радуют. Мы идем вперед, шагаем вперед, стараемся не отставать. И все современные, какие есть в плавании сейчас, нововведения, мы их пытаемся использовать и брать для своего развития. Проверят на деле новое оборудование в самое ближайшее время. В феврале в Абакане пройдет чемпионат и первенство Сибири. А затем в марте всероссийские соревнования по плаванию Кубок Сибири. В нашей молодой команде есть перспективные спортсмены, которые поборются за победу. Олеся Калинченко, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. События недели. Январь бьет температурные рекорды. И это стало лучшим подарком от небесной канцелярии. Вместо привычных 20 днем на улице было минус 3,5. А то и вовсе около нуля градусов. За всю историю метеонаблюдений, а это 90 лет, синоптики всего второй раз фиксируют столь теплый январь. Причина аномалии в том, что теплые циклоны, пришедшие за Урал с юга-запада, не дают установиться холодному сибирскому антициклону. Так что крещенские морозы отменяются. В ближайшую неделю нас ждет комфортная погода. Днем 5-10 ниже нуля, ночью до минус 15-20. И тем лучше для тех, кто сегодня ночью намерен окунуться в воду, чтобы отметить крещение. В Абакане искупаться можно будет, как обычно, в дрине зоны отдыха, в районе речи вокзала. Прорубать ничего не пришлось. Вода в этом месте не замерзла. Глубина канала здесь полтора метра. Как всегда, на месте будут дежурить врачи, спасатели и полицейские. Массовое омовение начнется в 10 часов вечера. На этом наш выпуск завершен. И желаю вам приятного окончания выходных и удачной новой недели. Всего доброго. До следующего воскресенья. Субтитры создавал DimaTorzok